первая часть да смотрите колодец видите видите глубина этого колодца примерно 12 метров туда заглядывать страшно вот значит дальше когда мы оттуда берем воду она очень жесткая а когда-то она наверно сяду ноги мне не казенная операция 100 тысяч обошлась так что не обижайтесь на меня еще операция близко мне человека обошлась полмиллиона у нас же бесплатная медицина вы помните об этом вот не удивляйтесь на то что черенок того же персика стоит 200 рублей или абрикоса академика бая королевская вот такой черенок только два раза длиннее сейчас говорю это у меня в мусор вот это все мусор вот вот так вот значит ценность необычайно но есть особые условия я вначале этого не понимал как я начал понимать объясняю так сейчас по порядку первое едет женщина так не едет тащит тяжеленное в этот самый бетон с водой с енисея я и там говорю не помню кому маши или там оля отвечу с ума сошла у тебя же во дворе есть вода этот скважина и насос малыш она говорит а то воду это стирать невозможно сильно соленая мне это запала в душу потом когда тот сад который не злосчастный сгорел на острове пока он был жив я очень любознательный там тоже я выкопал колодец это кстати нелегкое дело знаете сколько там труда и денег сгорело я почти все делал сам колодец копал с другом выкопали я взял с колодца воду а у меня связи я еще на заводе работал я взял воду так сейчас поставлю мешает уже дальше буду говорить сидя я взял воду на пробу на анализ и взял воду с этого самого с енисея а колодец был но не посередине но далековато от берега енисея и вот мне сделали два анализа цифры не помню даже в чем измерялись не помню может каких-то миллиграммах именно содержание этих самых жестких солей наверно кальций соли там еще какие-то я все забыл я запомнил одно ровно в два раза солей жестких было больше в колодце чем в енисея то есть енисея понятно там дождевая вода часть разубоживает а здесь нет вот и все таки цифра была ну то есть колодца мы пили она была довольно чистая два раза больше чем в енисейской воде и тем не менее относительно а вот здесь в деревне здесь деревне у моего приятеля витя на берегу жил вот страшное дело я приходилось возить к врачу тогда ни у кого не было легковушек кроме меня здесь деревне вот и он сужался на это я даже ему сам будучи так таким целителем любителем ему сам разминал плечи боль была страшная вот хондроз дичайший отложение солей я выговорю витя все прекращай а мы воду брали я сам напуганный воду брал сенесея и даже пить пока однажды меня так пронесло что больше я уже не мог понятно откуда вода течет стулы вот и выше меня еще две деревни в общем круг замкнулся круг замкнулся и с тех пор до сих пор на питье я вожу воду с города там кране как ни странно очень мягкая вода для чего я все это говорю еще наверно не поняли какое отношение это имеет персиком перске выбрал как как ее назвать как самую самую такую экзотический чуть ли не тропический фрукт понимаете и так продолжаю сейчас у меня моргает уже зарядка надо быстрее так продолжаю мне кажется не окончательный вывод это надо чтобы кто-то специально занимался что сайногорский феномен во многом определяется наличием солей в почвенных водах вот эта фраза не просто наличием а концентрации количеством понимаете и например где-то в другом месте другом районе в другой области может быть вода тоже колодезная который поливает деревья или деревья сами с почвы с их не почвы высасывают влагу может быть там солей меньше и может быть при тех же условиях в этот незамерзающий сад у меня у моих друзей вот был этот незамерзающий сад обязан именно концентрации солей почвенной воде вот это важнейший момент который я хочу чтобы этим занялись ученые ну естественно чтобы они приехали вот за этим самым только даром уже не отдам все не надейтесь то что у меня не только мусор у меня еще и запасы есть вот впереди еще есть весенняя обрезка а куда мне деваться если я буду резать колесе деревьев но только весной когда вред минимальный только потому что кушать хочется а они меня к везде где выше почки отрежу ниже почки расстраяться расчетверяться вот и так и делаю со всеми молодыми деревьями далее наверное если бы это учитывали может быть это пригодилось бы я же не зря начал с промышленных садов при закладке промышленных садов так далее надо прекратить хотя бы пропаганду то дачные сады должны основываться ах небольшие деревья ах небольшие яблони вот который можно не вставать на цыпочки вот на карликовых подвоях все это только для торгашей дачный сад должен быть существовать на сеянцевых подвоях вот дальше сады и тогда у нас сады будут а посмотрите из чего делают сейчас современные плодопитомники хоть наши хоть импортные направление принято северами минсельхозом карликовый подвой а карликовый подвой это на глубину полметра значит дальше где более насыщенный раствор корни не идут откуда у них будет мара стыкать и получается где-то граница конца и кончается на юге россии а то еще южнее вот вы знаете мои друзья мезинов олег олег олегович шоферный льдобойщик я директором бы рядом расположенного бы этого брянского бы института назначил потому что он больше них разбирается вот но этот дальнобойщик по последний раз рассказывал 10 гектар мертвый молодой сад из яблони как это получилось может засох потому что корни далеко не идут корни это палка в которой поросли боковые небольшой корни вот может быть его это самое заморозило любые 20 градусные морозы потому что у тех кто выпускают делают они же не могут с дикарей выращивать подвое тогда будет несовместимый значит подвое культурное значит морозостойкость у них вот такая вот видите видно нету скукиш вот такая у них морозостойкость ну все друзья я почти закончил разговор я смотрел за своими там у меня колодец участок через дорогу и там есть персики вот и там 6 метров до воды вода жесткая невероятно вот потом я сделал это был руками выкопан потом я сделал колодец уже скважину мне пробурили на 20 метров вот и там тоже жесткая вода теперь вы понимаете что вот эти огромные деревья для сибири огромные на том участке вот особенно сеянцевые это груши сеянцевые вишни большие очень вырослые сеянцевые вот яблони поначалу сеянцевы делают и сейчас окорневой отводки перешел все это не поливается никогда вот клянусь богом видите вот этот сад да ладно пройду несколько метров вот моргает зарядка нервы мотает что сейчас прекратится вот смотрите самое крупное деревья сейчас они не производят песенек крупных летом они кальция два раза больше роски десяти вот спишь на посту ладно пусть спит сеянцы с дальнего востока вот они вот три человеческих роста если стоять рядом они тогда кажутся намного больше вот как попугаев они гораздо больше вот 3-4 летняя яблони на корневых отводках нет это уже этому пять вот этим четыре вот молодые посадки 15 году участок прикупил молодые посадки вот это в шестнадцатом году посадил не поливал ни разу только при посадке вот самая старая посажены однолетние старых интересное слово старая до посажены однолетними в пятнадцатом году сразу после покупки они вот такие вот что-то замучилась или непонятно или запутело вот они да если близко стоять раз да тоже три человеческих роста вот это вот абрикосы естественно что поливе они не нуждаются у них и все и вот этот вот суп набор очень мощный очень плотный очень плотная вода подземная как еще по-другому назвать подпочвенная вот которая стирать нельзя пить нельзя иначе отложение солей но для деревья это благо это повышенная морозостойкость вот чему я это время клонил ну что друзья все вроде бы пока вот показать вам еще вишни когда купили эти участки я и мой сосед володя царство в небесном сейчас это заброшенный сад показать вам вишни посажены в восемь четвертом году если бы вы знали какие тут ежегодно урожай вот и некому вот они вот страшный урожай и некому взять и осветлить крону вот сделать подземный полив чтоб они погибли и так далее вот и все где-то тут еще и сливы есть показать вам сливы которым будет скоро лет скоро будет 40 лет ну да 38 а возможно и 40 потому что они же не садили вот они видите вот это сливы тоже сумасшедший урожай тоже ежегодно что самое интересное они почти не одичали хотя это сеянцы хотя он садил их из косточек снова вишни я показываю старые деревья за которым нет ухода и которым не нужен уход раз и самое удивительное чего и за что я борюсь им вреден уход вреден все это забота деревьев придуманная не некоторые уже даже уже наслушавшись меня присоединяясь ко мне говорят иди вот и вот на последний вебинар будет послезавтра там будет это где человек который проклинает их называет идиотами потому что сколько он принес смерти своим руками деревьям вот а я блин не идиоты какие они идиоты они прекрасно отдают отчет что если ничего делать не надо то у них не будет фильмов они не получат из лайки не получат свои серебряники вот но это видите тут высота так первый этаж второй почти 4 этажного дома вот это сибирка вот она такая на самом деле а то все думают что это карлики ага просто я хитрый я использую корневые отводки вот для чего я нужен абрикосы которые сосед у меня купил вот интересно один уже мертвый потому что он его резал дорезал вот этот наполовину он угробил своими руками им даже голова он еще три великолепных этих самых полу культурки уничтожил уральское наливное вкуснейшие яблочки не так жалко было думал пусть растут а он взял снизу и до высоты головы все ветки боковые отрезал они умерли вот это уже ведь отсыхала это уже я дорезал на краска моя а до меня вот смотрите он начал калечить видите а вот а вот это уже отсохла тоже остальное еще живо вот эти два один мертвый трое полумертвый ему продал а вот это был самый хиленький я сказал на тебе боже какие были урожай это если бы здесь ученые бы сюда они пришли бы им купить магазине у меня столько нет ведер 20 крупнейших абрикосов размеров уже эти самые какие яйца и и и Продолжение следует...